Каждый ребёнок с рождения Анатолий Семёнович Рахлин, заслуженный тренер России. И в его день рождения, 23 мая, состоялся юношеский турнир по дзюдо в памяти великого тренера. 250 юных спортсменов со всей страны приехали бороться за медали. Категория участников – юноши и девушки 12-13 лет. На открытии турнира присутствовали почётные гости, которые лично знали Анатолия Рахлина. Я вспоминаю Анатолию Семёновича, конечно, первое, что вспоминаешь, это то, что он был подвижник. Вот есть в русском языке такое слово. Он не работал, он не был тренером, он был подвижником. То есть он отдавал всего себя именно тому виду спорта, который он выбрал. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко зачитал участникам турнира приветственное письмо от президента России Владимира Путина. Человек жил, жил вот этим своим делом, своей профессией, желанием как можно больше детей и ребят именно вовлечь в занятия спортом для того, чтобы действительно они были гармоничными личностями. И во многом, конечно, преуспел, а я об этом говорил уже на открытии, воспитал огромное количество замечательных людей. Также к микрофону вышла внучка Анатолия Рахлина, Диана, и спела песню о нелегкой тренерской судьбе в память о своем знаменитом дедушке. Это гордость песня, эта песня, вот на этом турнире. Даже когда я пою, я вспоминаю дедушку, я помню такие моменты, когда он меня учил кувыркаться. И мы с ним, когда я к нему приходила, мы с ним боролись даже дома на ковре. Юные спортсмены показали не детское рвение к победе и бесстрашное исполнение сложных захватов. По итогам турнира наибольшего успеха добились спортсмены из Санкт-Петербурга – 26 наград. Из них воспитанники с дюшор под дзюдо имени Анатолия Семеновича Рахлина завоевали 7 медалей. Было трудно, но я смогла преодолеть эту тяжесть. С ним приятно иметь отношение, потому что ты знаешь, он всегда правду скажет, пусть это тебе будет правда не очень приятная. Но он ее скажет, и скажет в лицо, твое дело, как прореагировать. В этот день гости отправились почтить память выдающегося тренера на кладбище, где он был похоронен. Если я про Анатолий Семенович, он возил меня персонально в школу рабочей молодежи. Я закончил 8 классов, здорово, и бросил школу. Он заставил меня получить среднее образование. Благодаря ему я закончил двое института. Поэтому, ну, как вам сказать, то, что я имею на сегодняшний день, это спасибо ему. Для нас был тренер это всего. И уходя с тренировки, мы уже думали о той тренировке, которая будет происходить на следующий день. Когда мы уже стали взрослыми, нам стало понятно, какую роль сыграл не только в нашей спортивной карьере, но и вообще в нашей жизни Анатолий Семенович Рахлина. Каждому из гостей было что сказать и что вспомнить. Неизменно в речи каждого присутствовала искренность и бескрайнее уважение к Анатолию Семеновичу Рахлину. С Анатолием Семеновичем я познакомился на сборах, когда он возглавлял еще женскую команду под дзюдо. И первые впечатления были, конечно, по поведению, по глазам, как бы, да, то, что сильный волевой человек. И потом я узнал, с чем он столкнулся в жизни. То есть это и блокадный Ленинград был, прошел через многое испытаний и, конечно, еще более уважительно, как бы, относился к нему. И этот человек фанатично преданный к спорту, необыкновенно трудолюбивый. И буквально он относился и в жизни не только к спорту, но вообще по жизни был таким человеком. Человек-максималист. Он не привлекает к себе внимания обычно, да, вот он мог сесть и прямо вот здесь, с краю на трибуну, и смотреть за тем, как все происходит. Делать какие-то свои пометки, заметки, что-то для себя записывать, кто борется, кто нравится, кто не нравится. То есть его места не было там в президиуме, ему там никогда не нравилось сидеть. Турнир показал, что дело Анатолия Рахлина живет, что дети с блеском в глазах готовы отдавать себя любимому дзюдо. Действительно, всю жизнь человек отдал спорту и воспитал очень много достойных спортсменов и своих достойных продолжателей, на самом деле, сыновей, что очень важно, да, то есть это преемственность поколения. Передаем память, память о человеке, который на протяжении более чем 50 лет трудился, вкладывал свои силы, знания, воспитания в тысячи мальчишек и девчонок. Вот память об этом человеке, как нужно трудиться, что он действительно был нравственным таким примером для многих из нас, для спортсменов, для людей, которые были вокруг него. Давно я уже заметил, спортсмены народ упрямый, но все же они как дети, а тренер им папа с мамой. Работа не для пижонов, покоя ни днем, ни ночью. У тренера хлеб тяжелый, у тренера жизнь короче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова